всем привет дорогие друзья наконец-то у меня появилась новая очередная банкнота 200 гривен 30 лет независимости украины как же я долго ждал данную банкноту наконец-то однако удивительно 20 гривен не удалось мне найти по нормальной цене и в банках нету пока 20 гривен ну не было по крайней мере там где был я не знаю что будет завтра завтра конечно же продолжу поиски но 200 мне повезло приобрести хочу конечно же сравнить данную банкноту с обычной но круто хороший низкий номер достаточно 10301 принципе симпатичный номер даже я бы сказал но все равно приятно так сейчас надо сравнить с обычными обиходными но правда это не 21 год но все же тоже такой же грубо говоря дизайн и так непривычно здесь голая раз такая куча голой белой бумаги просто мне уже но я сегодня целый день рассматриваю их реально симпатично все-таки смотрится этот логотип 30 лет независимости как не крути это действительно интересно тираж у банкнот 30000 штук напоминаю если кто не знает вдруг это очень мало и стоимость на данную банкноту в интернете сейчас где-то примерно 280 гривен то есть в принципе не намного она и дороже чем банковская цена банковская цена такой банкноты 214 гривен если кто не знал тоже говорю вот однако пока стоимость не сильно на нее возросла а в отличие от банкноты номиналом 20 гривен 20 гривен я думаю это будет самая дорогая банкнота относительно банковской цены то есть банковская цена 34 гривны а продают банкноту номиналом 20 гривен в районе 200 гривен уже цена на нее начинает падать потому что недавно 20 гривен стоило около 300 гривен вы представляете эти цены а теперь самое любопытное очень хочется посмотреть как данная банкнота светится с ультрафиолетовой защиткой очень любопытно так вырубаем нафиг свет ухты так сейчас не надо поднастроиться так не хочет сейчас вот как то так так сейчас мы поймаем такое слабенько конечно в общем не видно цвета но я вам их попробую словами описать данные цвета значит вот это все желтое ярко-желтое здесь желто-зеленое здесь более такое даже не знаю как этот цвет передать и с обратной стороны здесь все такое розовое изменяет и здесь желтое ярко-желимое forgotten аннатно чё то фигово видно странно даже так теперь сравниваем события ходный банкнотой здесь все то же самое и здесь тоже все то же самое то есть обиходное от юбилейный ничем не отличается очень интересно очень интересно ну, как есть ожидал большего они, конечно, могли хотя бы в ультрафиолете, знаете, как бы добавить чего-нибудь такого, этакого там какую-то надпись, вот этот логотип, например, вот здесь вот эта область никак не светится, они могли сделать здесь такую большую 30 лет, да, вот вне зависимости было бы очень красиво, если бы они добавили этот скрытый элемент тогда у банкноты веса бы добавилось еще больше, может быть они на тысячи и полтинники такое сделают если посмотрит кто-то из НБУ мое видео, было бы здорово удивить так коллекционеров итак, какой план что делать, смотрите, дорогие друзья, у нас уже появляется грубо говоря, 3, скоро еще одна уже 4 банкноты из 6 которые выйдут значит, в интернете, например на новом аукционе, вот смотрю количество предложений данных банкнот, меня удивляет то, что еще не со всех регионов Украины выставили банкноты на продажу я вот думаю, какой план если у вас есть количество банкнот, в принципе, их можно выставить, показать в интернете и те, кому надо можете делать вот такой маневр, то есть выписывайте для себя в блокноте куда-нибудь данные номера кстати, обратите внимание номер на пятисотке какой у меня симпатичный, да, номерок вот, номер на сотке тоже неплохой на сотке вообще супер низкий номер в общем, выписывайте свои номера и ищите в интернете такие же номера на других номиналах то есть, допустим если у меня есть на двухсотке номер десять тысяч триста один значит, мне надо искать на сотке, на пятисотке на двадцатке, на полтиннике на тысячонке вот такой номер если я найду такой номер можно купить и положить рядом и вот так постоянно ищите на всех номиналах и таким образом можно, по идее теоретически собрать себе полный набор банкнот с одинаковыми номерами цена такого набора будет, я думаю немаленькой тут еще нюанс такой, что если банк в конце выпуска всех банкнот выпустит еще допустим там, каким-то небольшим тиражом банкноты с одинаковыми номерами в каком-нибудь альбомчике или буклетике то это будет вообще джекпотовский набор то есть, он как раз и будет самый дорогой как вы считаете выпустит ли банк такое или нет может, есть какие-то слухи информация о таком грядущем событии если да напишите в комментариях было бы интересно узнать можно, конечно их попросить так как мы уже просили выпустить банкноты но мне кажется что и так уже неплохо что у нас есть такой крутой набор банкнот значит что касается стоимости смотрите чем ниже номинал тем дороже 100 гривен были проходы 135 гривен стоимость такой банкноты однако все скупили и теперь цена минимальная на 100 гривен уже выросла все 200 гривен дешевле нету то есть если вы находите сотку дешевле чем 200 гривен я бы даже прикупил потому что тираж повторяю еще раз 30 тысяч штук на весь мир это вообще это плевочек банкноты разгребают за границей сразу говорю что тема актуальная эти банкноты намного интереснее чем обычные обычные обиходные потому что обиходка она подвержена инфляции и тем более гиперинфляции юбилейная она не будет сильно страдать от инфляции из-за маленького тиража события логотипа на банкноте такие банкноты будут постоянно только дорожать в моменте если произойдет гиперинфляция они могут действительно просеть в цене но это будет связано исключительно с тем что люди у кого много их и они не смогли обеспечить свои инвестиции они будут продавать их за любые деньги лишь бы там условно купить себе гречки а вот те кто сможет удержать данные банкноты на перспективе посмотрите внимательно на 5 лет я думаю цена на банкноты очень хорошо взлетит вверх при том на все номиналы когда пятисотки закончатся в банках и тем более тысячонки отвлекли меня о чем это я там говорил о банкнотах что-то рассказывал об инвестициях в банкноты да короче дорогие друзья чем быстрее с банков уйдут пятисотки и тысячонки тем быстрее начнет цена дорожать на данный набор банкнот произойдет это не скоро однако в любом случае это произойдет раньше чем позже по одной простой причине смотрите двадцать пятьдесят сто и двести сметут сразу то есть это более не менее дешевый набор однако вот допустим если взять аналогию годовой набор монет Украины да 2019 год тираж тридцать тысяч штук то есть казалось бы достаточно большой тираж и они до сих пор продаются в банках не помню на сайте НБУ есть они или нет напишите в комментариях кто там последний раз был видел если они там или нет но суть в том что годовой набор 2019 он стоит там условно плюс-минус 500 гривен он долго продавался где-то годик наверное может полтора-два да уже прошло а тут в чем дело что набор банкнот он будет за собой тянуть и пятисотку и тысячу и рано или поздно то есть люди все равно доберут то есть вот у кого есть набор он все равно все банкноты соберет он все равно будет стремиться чтобы собрать весь набор и соответственно пятисотка и тысячка она все равно уйдет с банка рано или поздно и вот как только уйдет последняя тысячная банкнота с банка вот тогда и данный набор начнет дорожать и это будет я не знаю какая это будет цена на весь набор но я думаю это будет именно очень дорогой набор потому что когда уйдет пятисотка грубо говоря с рук такая пятисотка уже приклеит минимум от 100 до 150 гривен к номиналу когда уйдет тыщенка она приклеит тоже от 100 до 200 гривен к номиналу а теперь прикиньте на каждом номинале приклеится как минимум от 100 до 200 гривен на каждом номинале и умножаем на 6 и у нас получается плюс полторы тысячи к номиналу минимум стоимость данного набора а может и намного дороже еще неизвестно я предсказывал 20 гривен за 100 гривен там 120 но сейчас цены были по 300 гривен час они начали появляться в интернете цена немножко просела но это все равно охренеть то есть я уже даже то есть я грубо говоря с таким запасом даже предсказывал цену цены просто какие-то фантастические цены обгоняют даже то что я предсказываю и при том намного обгоняют я в шоке если честно но и действительно то что на сайте нбу нихрена нельзя купить это подстегивает ажиотаж и несуны конкретно рубят бабло я вам рекомендую придержать коней дождаться когда по онлайну соберут люди и продадут то есть обвалят немного рынок то есть количество предложений будет большое на рынке цены немного просядут и вот тогда можно закупать а вот когда уже закончится пищенки и пятисотки в банках вот это самое время начинать продавать данные наборы и они я думаю будут очень очень недешевые дорогие друзья реально наборы красивые будущее у них очень большое и очень серьезное это ограниченный тираж во первых это не 1 миллион как 20 гривен которые до сих пор в банках лежат никому не нужны и при том продавали их дороже странная история на самом деле банки иногда поступает очень нелогично то выпускает монеты в роллах по номиналу эти другие банки продают их дороже номинала ну типа хоть какой-то смысл чтобы у них был от затраченных этих как они называются ну чеков которые они выдают при покупке то-то бешеные тиражи и при бешеных тиражах еще и дороже продают ну а тут наоборот микротираж а цена к номиналу очень маленькая потрясающе вообще это прям ну вот я такого не ожидал мне это понравилось идея вообще супер как она будет дальше поживем увидим однако я очень сильно верю в данный набор банкнот я думаю что у них очень большое будущее и сначала плакали что маленький тираж потом начали плакать что большой тираж но я вам хочу сказать любой тираж данные банкноты при тираже 30000 штук это супер вообще подписывайтесь на канал пишите свое мнение в комментариях обсуждаем эту тему всем удачи пока